Ребята, всем привет! Вот только что в соцсетях появилась информация о том, что Краснодарский край закрывают на карантин с 18.00. Сейчас время 17.00. Вот ровно через час вводят ограничение на передвижение. Можно посещать только аптеки, выходить на улицу с целью приобретения каких-то товаров аптечных и продуктовые магазины. Ну, о том, что это фейковая информация, никаких комментариев еще не поступало. Скорее всего, эта информация правдоподобная. Как повлияет на меня лично эта самоизоляция, я вам сейчас расскажу. Значит, что у нас первая. Недавно я выпускал ролик о том, что у меня произошла отгрузка первой фуры на моего заказчика в город Анапу. Значит, в понедельник вчера я должен был грузить вторую. Ничего я не загрузил. Вот они, значит, стоят все эти боксы, которые мне нужно было вывозить в понедельник. Я их не вывез. Соответственно, мои сборщики уехали с объекта и, как оказалось, правильно сделали, что они вовремя уехали. Почему? Потому что сейчас вводят на ограничение, на передвижение, в том числе, не только по городу Краснодару, вообще по всему краю, в том числе, транспорт. То есть, вообще, в принципе, нельзя никуда ездить, никуда выходить. Вот, соответственно, ну, я по этому поводу, скажем так, переживаю не сильно. Почему? Потому что мой заказчик, точно так же, как и я, и так же, как и вы, и так же, как все, уходит на карантин. И, соответственно, никаких движений, настройки производиться не будет. То есть, все это просто передвигается. Вот. Но я скажу так, если бы у меня эта фура загрузилась бы этими боксами, частично загрузилась бы мебель с другого склада, то, в принципе, у меня бы работа по сборке мебели шла бы полным ходом. То есть, люди бы там находились, собирали бы мебель. Там сборки достаточно много. Это первое. Как на меня повлиял карантин. Вот он еще не успел начаться, а уже вот принес мне такие сюрпризы. Второе. Так, ну мясо мы все поснимали. Второе. У нас заявка на, скажем так, второе, более серьезное. То, что повлияло. Значит, у меня вот вторая заявка. Вот она лежит вся готовая. Здесь 40 килограмм мяса уже упаковано, распасовано. Осталось только наклеить этикетки и отвезти заказчику. Вот тут возникают уже другие трудности. Наса свежая лежит. Срок годности уже, скажем так, изменить я не могу. Точнее, не срок годности, а срок производства. Вот они эти этикетки, которые нужно было клеить. Срок выпуска продукции везде проходит официально, поэтому изменить я уже не могу. Поэтому вот он какой датой выпущен, той датой он и выпущен. Соответственно, тут два варианта. Либо когда снимут карантин, а когда его снимут, вообще ничего не понятно. То есть, может быть и через неделю, а может быть и через месяц. Неизвестно. А может быть и говорят, вообще слухи ходят, что чуть ли не к лету. Ну, неизвестно. Нет такой информации. То, что до 5 апреля, это точно. А там дальше будем, как говорится, наблюдать за происходящими событиями. Значит, проблема такая, что это мясо мне нужно отгрузить, а это все-таки продукт. Это Скоропорт. И тем более расфасован. Уже ладно бы он лежал, он не расфасован. Я его могу на долгосрочку сложить, потом переупаковать. Все уже упаковано, готово к отгрузке. Вот такие вот проблемы у меня, по крайней мере, возникли ввиду вступления в силу карантина в нашем регионе. Третья трудность, с которой я лично еще столкнулся, это наличие кредитов. Как вы понимаете, несмотря на все мои достижения в бизнесах и так далее, я такой же человек, как и все остальные. Как основная масса, пользуюсь кредитными услугами банков и так далее. И кредиты нужно платить своевременно. И вот меня очень интересует то, как поступит наше правительство в плане ограничительных мер. Понятно, все, ребята, сидите дома и не суетитесь. А вот как в течение этой недели поступит наше правительство по отношению к тем, у кого есть кредиты, то есть к тем людям, у кого они есть, и как они позаботятся о людях, которые должны будут платить кредиты. Вот у меня, например, ближайший кредит 9 числа, буквально через неделю. Я сомневаюсь, что 5 апреля снимут карантин, скорее всего продлят, ну дай бог, чтобы сняли. Скорее всего продлят, вот и как. Я буду платить кредиты, я пока не знаю, потому что запасов финансовых у меня нет. Все деньги, скажем так, в работе, вот в мясе, в котором только что вы видели, лежат у меня на складе. И я думаю, проблема такая будет не только у одного у меня. Вот это три проблемы, которые меня на сегодняшний день интересуют больше всего. Ребята, ну а теперь поговорим о хороших, скажем так, не то чтобы хороших, а о плюсах. Те, которые, по крайней мере, в моем личном случае есть. Значит, показывают по телевизору, но многие из вас наверняка видели о том, что Москва уже, по-моему, неделю назад вошла на этот карантин, люди сидят по домам, не выпускают, ездят машины со спецсигналами, с громкоговорителями, загоняют всех домой. Так вот, у меня какой большой плюс. У меня 1500 квадратных метров земли. Вот я специально в начале ролика показал, что выхожу из дома, иду, вот у меня два участка соседних. Хотя бы можно выйти, пожарить шашлыки, самоизолироваться, так сказать, от внешнего мира, вот до этого забора, который вы видите сзади. Можно покататься на велосипеде детям, можно погулять, можно полежать на шезлонге, погода позволяет. И я не представляю, как сейчас будут переносить карантин те, которые живут в квартирах и в этих четырех стенах. Это сейчас все абсолютно будут сидеть дома, кто будет читать, кто будет, не знаю, музыку слушать, кто будет кушать, готовить и так далее. То есть просто всю эту слышимость я на самом деле не представляю. Вот сзади меня еще, камеру поднимаю, видно на заднем фоне идет стройка полным ходом, людей не останавливают никакие режимы самоизоляции, никакие приказы губернатора о том, что нельзя работать, нельзя с дома выходить. Мало того, с дома нельзя выходить, еще люди стройкой занимаются. Я не думаю, что они тут за 40 минут сейчас соберутся и уедут. Вот такие вот дела. Ребята, всем здоровья, не болейте, оставайтесь дома. Приятного вам времяпрепровождения, скажем так. Хорошо вам провести время на незапланированных каникулах или отпуске, если это можно так назвать. Будем сидеть, наслаждаться, по крайней мере я, в том числе, ютуб-каналами, видеороликами, книжками. Буду кушать, лежать. Всем пока, подписывайтесь.